График движения городского общественного транспорта есть в каждом более или менее цивилизованном городе. И перевозчики его соблюдают. Придя на остановочный павильон, пассажир может узнать, когда подойдет маршрутка с точностью до пары минут. Еще удобнее, все устроено в регионах, где транспорт оснащен ГЛОНАСС. И его можно отследить при помощи мобильного приложения. Для Иванова это пока далекое будущее. Здесь все как десятки лет назад. Разве что трамваев не стало, а вместительные автобусы понемногу вытесняются многочисленными маршрутками. Правила существуют только для пассажиров. Проезд дорожает регулярно. А вот сами перевозчики сковывать себя рамками расписаний не хотят. Точнее внутренний график есть, но пассажирам о нем знать не обязательно. Даже расписание муниципального и движущегося строго по графику троллейбуса на остановках установили не за городской счет, а благодаря так называемой инициативе снизу. За несколько лет силами активных горожан и благодаря сбору денег в соцсетях расписание движения троллейбусов появилось на десятках остановок. Но сейчас остановки по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» меняют на новые, а старые увозят в утиль вместе с троллейбусным расписанием. Людям необходимо знать, в какое время отправится тот или иной маршрут муниципального транспорта, а у меня конкретно на это денег нет. И, соответственно, как-то нужно наладить взаимодействие между администрацией. Я готов всецело сотрудничать и работать над этим вопросом. Благо у меня за четыре года накопился опыт, соответственно, у нас расписания висят. Решение заставить водителей маршруток соблюдать график приняли на недавнем совещании в мэрии. Уже сейчас понятно, что сделать это будет непросто. Слишком большую свободу получили частники в последнее время. Весь рынок подстроен под их выгоду. Но работа в этом направлении все же началась. Перевозчики, они предоставляют расписание по каждому своему графику. Значит, комитет все это формирует, передает макеты в управление благоустройством. Плаверное благоустройство размещает эти расписания на остановочных павильонах. Процесс этот уже пошел. В следующем году, я думаю, мы хотя бы наполовину уже все закроем. Порядка 600 у нас остановочных павильонов, я говорю, порядка 300 уже будут установлены, особенно, что касается центра и конечных. Потому что в основном вот так вот, чтобы люди знали, как этот ходит транспорт. И даже если расписание движения будут соблюдать, нужно еще изготовить и установить таблички на остановках, а после следить за ними. Предыдущие попытки не увенчались успехом. Так выглядят таблички на вокзальной площади, а им нет еще и двух лет. Но если все же удастся на этот раз учесть все ошибки, это действительно станет для Иванова огромным шагом к цивилизованным перевозкам, удобным прежде всего для людей. Наталья Гутарина, Денис Денисов, Дартова Иванова.